Сегодня мы здесь для того, чтобы развеять мифы, связанные с подачей и получением американской визы. Самый распространенный вопрос – сколько в базе хранятся данные? Да, интересный вопрос. И в моей практике есть такое, что люди за этот вопрос задают. Сколько хранятся данные в базе? Многие пытаются эту ситуацию как-то обойти. Но вот в базе данные хранятся 10 лет. Не менее 10 лет. То есть, если человек хотя бы один раз пришел в посольство, сдал биометрию, его отпечатки пальцев оказались в компьютере, его данные оказались в компьютере, что бы вы ни делали, обычно люди фамилию пытаются изменить, какую-то букву в фамилии тоже поменять, либо что-то не указать. Но это делать не имеет смысла, потому что вы уже есть в компьютере, вы уже есть в базе данных, и что бы вы ни делали, вся информация по вам есть. Ну вот еще такой распространенный вопрос. Есть ли общая база вообще между посольствами? Конечно же есть. Как только вы подали на визу, как только вы заполнили анкету ДС-160, в течение минуты ваши данные уже оказались в службе безопасности посольства. Где бы вы ни находились, в какое посольство вы ни подавали, ваши данные уже там есть, и не имеет смысла прыгать из одного посольства в другое, так как когда-то я уже делал видео, это 30 причин, которому человек может получить отказ по статье 214. Одна из причин, когда вы меняете место расположения посольства. То есть вам кажется, что вы, допустим, приехали из Бишкека, где, на ваш взгляд, большая статистика отказов, хотя вот мы недавно были в Бишкеке, и мы такого там не обнаружили. То есть люди получают визу, да, там есть своя специфика, но тем не менее. Люди едут в Москву, в Москве, вот сейчас буквально сколько прошло, наверное, дня три назад мы делали экзепол, возле посольства встречали людей, которые подают на визу. Ну, я ни одного не видел там гражданина Киргизии, либо Узбекистана, которые в тот день получили визу. Хотя им казалось, что они здесь получат визу, и у них здесь все получится. Но по факту вышло все по-другому. Вот из-за этого мы, например, в своей практике, прежде чем людей подавать в посольство, мы проводим 3-4 дня, то есть получаем данные по исходящему потоку из посольства и видим, стоит ли туда заводить людей или нет. Но смысла менять посольство нет, и использовать это как инструмент для того, чтобы обойти ваш отказ, ну, не имеет смысла. Какой еще был вопрос? Что еще за миф? Такой распространенный миф, влияет ли грин-карта на подачу? Ну, вот как раз в одном из причин, да, грин-карта. Если вы подавали на грин-карту, если вы участвовали в грин-карте, то вы уже есть в компьютере, ваши данные уже есть в компьютере, и вы просто снижаете в процент соотношении свою связь с родиной. То есть вы уже показали свои иммиграционные цели, но при этом вы запрашиваете не иммиграционную визу. То есть в данном случае нужно просто сильнее готовить кейс, все должно быть сильнее практически умноженное на 2, и после этого уже подавать в посольство. Обычно, когда клиент к нам приходит, мой первый вопрос, участвовали вы в розыгрыше грин-карта? Да, участвовали, а, хорошо, все. Это не означает, что у вас будет отказ. У нас были клиенты, которые получали визу и при участии в грин-карте, то есть люди там 2-3 года участвовали в розыгрыше, ничего не выигрывали, и после этого получали не иммиграционную визу. Но когда мы знали, что они участвовали в этих процессах, мы просто усиливали их кейс, и они успешно проходили. У нас даже были люди с отказами, и после отказа мы им делали кейс сильнее, и они получали визу. Какие еще мифы развеиваем мы сегодня? Один из мифов, могут ли граждане своей страны подавать в другом посольстве? Конечно, могут. Как раз у нас совсем недавно был случай, когда девочка из России подавала в Индонезию, мы ее долго готовили. Сначала она хотела сделать это в Малайзии, мы ее подготовили под Малайзию, уже оставалось просто оплатить консульский сбор, и уже подавать ее на визу. Ситуация поменялась, она уехала в Индонезию, мы с ней готовились, переделывали ее бумаги 3 раза, на третий раз она пошла и получила. Кстати, ее отзыв у нас есть в нашей группе в Facebook и на нашем сайте UCDFizVisa.com. Можно посмотреть отзывы, девушку зовут Александр, и отзыв этот есть. И сейчас у нас, кстати, вчера мы делали видео, Александр, это наш руководитель представительства в странах Юго-Восточной Азии, он сейчас находится именно там. Через где-то месяц у нас пойдет группа спортсменов, которые едут из Бишкека, он будет их встречать, он будет их курировать, и он будет помогать им с подачей. То есть у нас будет переводчик, и они будут подавать. Можно подавать в чужой стране гражданам, нерезидентам этой страны, но должны быть обоснования. То есть если я приехал, допустим, из Узбекистана, из Ташкента в Москву подавать, первый вопрос не иммиграционного офицера, а почему вы подаете здесь? Это будет сразу первый вопрос. Я подаю, потому что мне здесь больше нравится, отказ. Я подаю, потому что я здесь работаю, здорово, отказ. Потому что весомые должны быть основания. То есть просто так приехать и подать здесь нет. В Юго-Восточной Азии мы знаем, почему у нас люди там подают, и мы эту ситуацию, соответственно, еще образом укрепляем. У нас команда просто тренируется там, потому что сейчас сезон, сейчас только там, можно тренироваться. Здесь мы зависим от погоды. Сейчас в данный момент людям удобнее там, и нам тоже там удобнее. Вот, а еще? Еще такой вопрос. Нужно ли дожидаться вопроса консула с собеседниками? Ну, конечно, нужно. У нас люди часто готовят много-много бумаг, идут в посольство, ждут, что им кто-то задаст вопрос, им никто не задает. Ну, и, соответственно, там, все, что они подготовили, они не применяют. У нас есть такая штука, называется формула общения. Мы ее используем при подготовке на интервью. Есть такой момент, когда между двумя общающимися людьми происходит задержка общения. В это самое время в процесс может вклиниться абсолютно независимо от той ситуации момент. То есть, может, допустим, у человека проблема дома, да, там, того, кто принимает интервью, да. Может быть, у него личные какие-то проблемы, да. Может быть, у него еще что-то там плохое настроение, солнце не светит, или кто-то его обидел, да, по пути на работу. Вот. Он находится в себе, он в данном состоянии интроверт, его нужно просто оттуда вытащить, и, ну, вопрос не помешает. У меня, например, человек совсем недавно получал визу из Беларуси, называли его Рустам, он, кстати, потом делал видео. Он у меня стоял и пять секунд отсчитывал на руках, чтобы не произошла задержка общения. То есть, вопрос был просто, извините, можно вопрос? А я вот тут принес вот это, вот это, вот это и вот это и вот это. Нужно показывать? Нет, не нужно. Все. Но самое главное, что вы спросили, то есть, вы человека просто вытащили на поверхность. Если он сидит в своем компьютере и, ну, выполняет должностные обязанности, вопросов нет. Ну, как отличить, да, допустим, он должностные обязанности исполняет, или он там задумывается о проблемах у себя в семье. Ну, чтобы этого избежать, нужно просто попытку сделать, и мы всегда это делаем. Еще? Все. Это самый распространенный вопрос. Понятно. Подписывайтесь на наш канал, становитесь сильнее, мы вам в этом поможем. У нас, кстати, сейчас обязательно стало условие, это исходящий поток в посольстве для того, чтобы не заводить людей в то место, где всем дают отказы. Такое тоже бывает, потому что статистика по визам, особенно не иммиграционным, зависит от квот, годовых квот, квот на национальность. Все это нужно учитывать, ну, для этого, естественно, необходимо, чтобы была проведена какая-то работа, что мы, в принципе, и делали, как раз с тобой. Встречали людей на планшетике, отмечали у кого что есть. Заходите на наш сайт, ilse-defis-visa, не путайте последние буквы z.com, и на наш новый YouTube-канал. Всем всего доброго, пока. Пока.